На Южном Урале продолжается спад промпроизводства. К тому же из-за перекоса экономики в сторону оборонки нарастает и дефицит рабочих рук. Челябинские общественники предложили пути решения этой проблемы. Это долгосрочные контракты с условием инвестиций в производственные мощности. Такой подход позволит малому и среднему бизнесу расти, а рабочим повышать доход, учиться, ну и просто заниматься интересным делом. Это же та же самая стабильность, стабильность выплаты, заработной платы, то есть можно зарабатывать деньги, новые процессы. Порой человек уже интереснее быть творческим человеком и что-то сделать новое, что-то вот получить какой-то продукт новый, своими руками сделанный. Инструменты для работы в долгую уже разработаны. Это так называемые офсетные контракты. По сути, это соглашение между властью и бизнесом. Государство обязуется в течение нескольких лет обеспечивать предприятие заказами, а производство должно вложиться в покупку оборудования, стройку и приобретение имущества на территории региона. Если заработает такая программа, я думаю, это будет большое развитие не только для нашей компании, но и для области в целом. Это появление новых производств, новых рабочих мест, ну и безусловно налоговых отчислений в казну Челябинской области. Такие контракты уже работают в Москве, Петербурге и Башкирии. Все проводится, как обычные конкурсные госзакупки. Южноуральские предприниматели обратились в опору России с предложением обсудить введение подобных контрактов и в Челябинской области. Глава комитета по электронным торгам Ярослав Щербаков разработал конкретные предложения, а руководство регионального отделения направило письмо в правительство области. Производственникам необходима длительная ритмичная загрузка. Только тогда, значит, все пойдет, да, и в принципе ничего другого нам не нужно, кроме этого. Сразу же с такими длительными контрактами охотнее работают банки, охотнее кредитуют. Образовательные учреждения, видя длительный контракт, уже более яснее понимают, кого готовить. Теперь дело за региональным правительством. Есть шансы, что рабочая группа по этому вопросу будет создана в ближайшее время. Ну а скорость, с которой законы принимаются в парламенте, о постановлении в правительстве, всем известно. Главное, чтобы руки дошли.